Здравствуйте братья! Сегодня мы поговорим с вами о том, к чему приводит современная матриархальная политика. Ростат зафиксировал резкий рост смертности над рождаемостью в России в 2017 году. Вероятно данные Ростата значительно смягчены. Во-первых необходимо учесть, что по данным ЗАГС еще в 2010 году численность населения АРФ была менее 100 миллионов человек, что значительно отличается от данных Ростата полученным на основании переписи населения, а как известно при переписи верит на слово, не только населению но и работникам Ростата, которые выполняют всероссийский региональный политический заказ, за что и получают зарплату и премию. Во-вторых в РФ существует регион где политика матриархата не принята к внедрению, но используется национальная модель социальных отношений. Это Чечня. В Чечне с приростом населения проблем не наблюдается. В Чечне практически нет разводов, а если и случается, то дети остаются только с отцом и никаких алиментов. Кстати, нет в Чечне детей-сирот и соответственно детских домов, хотя не так давно на территории Чечни была война. Практически на всей оставшейся территории РФ процветает политика жесткого насаждения матриархата. Тут мы можем наблюдать узаконенные супружеские измены, ведь закон их не порицает, а значит разрешает. Количество разводов практически равно количеству браков, массовый отъем детей и отцов в пользу женщин, поощрение алиментного рабства со стороны законодательной, судебно-исполнительной власти. В естественных условиях биологические системы не вымирают при наличии питания и отсутствии хищников, тем более не вымирают сами собой люди живущие в мирное время в достаточно богатом государстве, если не одно «но». И это «но» называется геноцид, то есть целенаправленное уничтожение населения. Именно население России реализуется не с помощью горячего оружия или газовых камер, а с помощью создания социально-экономических условий, размножаться в которых население отказывается. И условия эти создались не сами собой их формируют политики-законотворцы. К применяемым в РФ методам геноцида можно отнести не только полное уничтожение института семьи, но химические, ядовитые для организма человека, добавки в продукты питания, искусственно созданные сложности для проживания людей в комфортных условиях на природе и т.д. Итак, что же делать в сложившейся ситуации? Первейшим и верным решением для восстановления возможностей и интереса совместного проживания супругов, сохранение семьи и поощрение воспитания детей в полных многодетных семьях – это законодательное создание условий в которых разрушение семейных отношений становится финансово невыгодно, в первую очередь женщинам, ведь известно что около 80% разводов инициируют именно женщины. Именно женщины в 99% случаев получают финансовую выгоду от развода. Столетиями проверенная и отработанная модель семейных отношений показывает, что число разводов резко сокращается, а рождаемость растет если в случае развода супругов, детей оставлять только с отцом. В случае развода супругов, недвижимость оставлять за тем на кого она записана в браке. В случае развода супругов, никаких алиментов, отменить вовсе. Развод общественно порицать. Требовать, в первую очередь от женщин, соблюдение скромной одежды и скромного поведения в общественных местах. Супружеские измены пресекать и считать уголовным преступлением. Финансово поощрять отцов многодетных семейств. Собственно, эти нехитрые правила хорошо всем известны. Практически по ним жили до 1917 года. Многие народы на территории России, приближенно к рассмотренным правилам живет современный народ Чечни, что показывает, данные простые меры также эффективны и действенны при современном уровне развития цивилизации. Но законотворцы принципиально не ведают в чем причина вымирания, вроде так само получилось. Это называется геноцидом серьезным, заинтересованным лицом. Причина не в том, что вы друзья как ни садитесь, все в музыканта не годитесь. Напротив, оркестр геноцида играет очень слаженно и эффективно. Только надо учитывать, что есть цели по оглашению и цели по умолчанию. Цели по оглашению это те цели, которые можно услышать из уст официальных лиц. Звучат они примерно так. Забота о материнстве и детстве, необходимость защищать слабых, и так далее и тому подобное. Цели по умолчанию, это те цели которые мы можем наблюдать по сводкам расстата, по окружающим нас процессам, событиям и фактам. Буквально вчера в новостях звучало сообщение о уголовном преследовании уклоняющихся от уплаты алиментов, а сегодня уже звучит другая новость. Зафиксирован резкий рост смертности над рождаемостью. Такие цепочки причин и следствий можно выявлять каждый день сотнями. Дело не в том, что вчера стали уголовно преследовать того, у кого доли по алиментам, а сегодня все резко умерли. Нет. Дело в том, что уже длительное время народу России навязывается управляющими структурами матриархальная, под евро, модель, с различной степенью активности со времен 1917 года и даже ранее, с эпохи Петра Первого. С лихих 90-х матриархальная модель стала особо доминировать в социальном устройстве. И сегодня мы наблюдаем последствия законов и норм принятых 10-20 лет назад. Новые законотворческие процессы и результаты этих процессов, судя по всему, способствуют усилению результата и сейчас и в будущем, если не будут пересмотрены. Социальные процессы достаточно инерциальны. Несмотря на нищую жизнь и даже голод населения, в 90-х все же был положительный прирост населения. Теперь, по сравнению с 90-ми, достаточно сытые годы, но население не хочет размножаться, особенно мужчины, да и женщины тоже. Это невыгодно и даже опасно для жизни и здоровья. Есть большой шанс не увидеть своих детей, если вдруг этого захочет их мама. Стать должником по алиментам, лишиться недвижимости. Этого вполне достаточно, чтобы у мужчины проснулся инстинкт самосохранения. В Анне Карениной Лев Толстой писал, «Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». В современных условиях эту крылатую фразу возможно перефразировать. «Все распавшиеся семьи следуют одному сценарию, все сохранившиеся семьи сохраняются по-своему». То есть сохранение семьи не является типичной ситуацией в наше время. Это антисистемная аномалия. Поэтому мужчины могут решиться на брак в РФ только будучи в сильном умопомешательстве и порыве страсти. 80-90% таких экспериментов через 2-3 года заканчивается разводами. Если был ребенок, за 2-3 года мало у кого получается более одного ребенка, то мужчина при разводе обычно прощается с ним навсегда, а также получает почетную обязанность платить алименты, может потерять недвижимость. В результате у мужчины полностью пропадает желание проведения повторных экспериментов с женитьбой и детьми. А женщина остается вроде бы в выигрышном положении, но только в роли бы. Разведенная женщина с детьми обычно несчастная, разочарованная в мужчинах и в людях существо, безусловно, ищущая в возможных новых отношениях только корысть, причем обоснованно ведь надо ей самой кормить ребенка. О воспитании детей в семье их ребенок с мамой и бабушкой, сказано уже много, поэтому повторять не стану, лишь отмечу что вырастает вполне удобный для системы материал, на базе которого удобно пролонгировать матриархат в будущее, пропагандировать ценность и важность принципов толерантности, в том числе несопротивление злу. Вот такой получился краткий обзор применяемых методик скрытого геноцида. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и расскажите своим друзьям. Настало время встать на правильный путь.